Также передается от Абудзарра, что он говорит, сказал посланник Аллаху, говорит, скрипят небеса. Атыит — это что за звук? Атыит — это братья. У вас здесь часто бывают вот эти вот небольшие мотороллеры железные, так или не так, особенно которые старые из них, или же вот эти пикапы старые, которые здесь у вас ездят. Когда он едет, он начинает что? Скрипит, такой звук у него бывает, так или не так. Вот этот звук — это и есть атыит. Основа его — это атыит-ур-рахль, то есть когда… как рахль по-русски? Седло. Седло деревянное бывало. И оно что? То есть когда верблюд перемещается, хорошо перемещался, оно скрипело. Вот это звук атыит. И все то, что сегодня, когда большая фура едет, например, и на ней тоже, то есть она хорошо проезжает, начинает скрипеть, вот это все называется в арабском языке атыит. Почему она братья? Атыит когда бывает? Когда эта фура не наполнена или же когда она пустая? То есть когда она пустая или когда она наполнена? Когда звук это бывает? Когда наполнена. Когда она уже не может хорошо держать, и она пускай каждый раз при каждой кочке и так далее, она опускается, и это железо трется друг в друга и так далее. То же самое седло когда скрипит? Когда на нем кто-то, ты сел и оно начинает что? Скрипеть под тобой и так далее. То есть вот когда. И поэтому говорит посланник Алис Саратусам, что скрипят небеса и неудивительно, что они скрипят. То есть четыре пальца некуда положить. Илля вафихи малякун саджуду лиллях. Что то есть везде там есть что? Ангел, который в поклоне перед Аллахом Субханаху Алис Саратусам. Говорит. Валлахи, клянусь Аллахом. Лау та'ламу нама а'лам. Ла тахиктум калилен. Валя бакитум кафира. Если бы вы знали то, что знаю я, как мало бы вы смеялись и как много бы вы плакали. Говорит посланник Алис Саратусам. И вы бы не чувствовали сладость своих женщин на ваших ложах. И вы бы, братья, ревя, обращаясь к Аллаху Субханаху, выходили бы на дороге. Просили бы, молили бы Аллах Субханаху Алис Саратусам. Если бы вы только знали все то, что знаю я. Говорит посланник Аллаху Саратусам. Этот хадис передал Ат-Тирмидзи и сказал, что это хороший хадис. Также говорит в другом хадисе. Или же в этих словах слова. Лау та'ламу нама а'лам. Ла дахиктум калилен. Ла бакейтум кафира. То есть если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы много плакали бы и мало бы смеялись. То есть эти слова приходят у имама Бухари и муслима из хадиса Анаса. То есть это достоверные слова. То есть если бы знали бы люди из наказания Всевышнего Аллаха Субханаху Алису для грешников, для лицемеров, для неверующих, какое их ждет страшнейшее наказание, то братья никогда человек в спокойствии не был бы. Он бы братья только и делал бы, что плакал бы. Боясь трепеща перед Всевышним Аллахом Субханаху Алису. То есть если бы не было бы у него никакой надежды, если бы он только знал бы это. То есть если бы он знал бы это, то есть действительно должным образом о величии Аллах Субханаху Алису, о том, как Аллах Субханаху Алису отомстит тем, кто совершал грехи и так далее, какие ужасы ждут его, когда его душа будет покидать его тело, когда он ляжет в могилу, в судный день и так далее, и так далее, то он бы мало бы смеялся, но много бы плакал. Аллаху Алису Алису Алису. Субханаху Алису Алису. Субханаху Алису. Субханаху Алису. Он не должен долго и много грустить на этом свете. То есть он не может найти печаль и радость на этом свете. Говорит Абу Бакар, когда увидел листок, падающий с дерева, сказал, ой, если бы я был бы этим листком, не был бы я спрошен, то есть ни наказания, ни наслаждения. Говорил это Абу Бакар, Субханаху Алису. То есть поэтому, братья, страшное дело. Также приходит история от Хасн-Аль-Басри, что он увидел группу людей, и один из них сильно смеялся, громко смеялся, и так далее. И он подошел к нему и сказал, ты уже прошел сират, ты уже занял свое место в раю. Он говорит, нет. Говорит, тогда я не знаю, почему ты смеешься, Субханаху. И потом сообщается, что этот человек, то есть его не видели, кроме как улыбающимся. То есть никогда больше после этого человек, хорошо, то есть явно так сильно не смеялся и так далее. В то время как мы знаем, братья, что у нас нет чрезмерства, нет упущения в религии Аллаха Субханаху Алису. То есть посланник Алису, Салат Woad , если бы вы только знали. И вместе с этим посланник Али поймал, салату Асяам. Описан смехом или нет, смеялся или нет. Смеялся. Более того, сам Господь смеётся. Сам Господь небес и земли смеётся. Также посланник Али Салату Асярам смеялся. Сподвижники смеялись. Даже более того, если не пришло от посланника Али懂 wirklich, чтобы он хохотал, но пришло это от сподвижников, что они даже заваливались на род срьмы и на спину. и смеялись. То есть иногда бывает это, то есть это облегчение своей душе. Но когда человек описан постоянным смехом, постоянными шутками, везде ты где бы его не видел, он всегда смеется и так далее. Не улыбается, не в хорошем настроении. А что? Смеется всегда. Не задумывается. В беспечности он постоянно, беспечная жизнь у него и так далее. То этому человеку действительно нужно сказать, неужели ты уже прошел Сарат? Неужели ты уже занял место в раю? С кем ты хочешь быть? С теми, кто забавляется? Так же имам Муслим передает хадис Джундуба. Джундуба ибн Абдулла Аль-Баджали. То есть что посланник сказал, Один из людей сказал, Клянусь Аллахом, Аллах не простит этому человеку. Аллах, субхану Талли, ответил на это. Кто это клянется мной и возвеличивается надо мной, говоря, что я не прощу такому-то? Поистине я простил его, а твои деяния сделал тщетными. Также от Абу Грэйры передается этот хадис, где есть пояснение, что это два человека из Бану Исраиль. Один из них был постоянно поклоняющимся, другой нечестивцем был. И этот постоянно поклоняющийся, который не грешил, увидев человека второго, который грешил страшным грехом, сказал ему эти слова. И Аллах, субхану Талли, сказал ему, что поистине я простил его и завел тебя. То есть, а что касается тебя, я сделал тщетными твоими деяниями, так заходи же в огонь. То есть, этот хадис, его значение понятно. Значение, кто-нибудь не понимает его значение? То есть, о том, что опасно клясться Аллаху, субхану Талли, в том, что сделает он или не сделает. Аллах, субхану Талли, говорит, ла юс алю аммаев аль ва хум юс алюн. То есть, Аллах, субхану Талли, его не спрашивают о том, что он сделает, что он не сделает. Но Аллах спросит у своих рабов, что они делали, чего они не сделали. Но здесь есть также, братья, некоторые проблемы в этом хадисе. То есть, как человек, который не совершил ширк, его деяния стали тщетными. Раз, вопрос. Другой грешник, на каком основании ему прощено, то есть, он ничего не сделал и так далее. На это все, братья, ученые, объяснили. Что-то здесь упомянута часть истории. То есть, либо же, имеется в виду, что деяния стали тщетными, то есть, те, которые ты совершал. И за них ты не получишь награду и будешь спрошен за этот грех. Но за тем же итогом твоим станет что рай, как и у любого другого грешника, который был единобожником. Что касается того человека, быть может, наоборот, когда ты сказал ему эти слова, он настолько устрашился, что Аллах его не простит, что он покаялся и вернулся и стал благие деяния совершать. И это имеется в виду, что Аллах, сабханханхара, гафар туляху. То есть, я простил ему его грехи, потому что он исправился и начал поклоняться. Откуда ты знаешь, что я не исправлю его положение и так далее? Но в любом случае мы говорим, что если мы в эту глубину не заходим, человек, когда слышит этот хадис, у него какие-то проблемы бывают в мозгах? Нет. Он понимает этот хадис прекрасно. То есть, все понятно. Что нельзя ни в коем случае клясться Аллахом в тех вещах, которые, что, то есть, как будто бы, то есть, у тебя муарада, как будто ты противоречишь Аллаху, сабханханхара. Аллах, его основа, то, что его милость опережает, его гнев, а ты говоришь, нет, Аллах непременно разгневается на тебя и никогда тебя не простит. Алияху биллях. Но если бы человек с надеждой на Аллаха в благе поклялся, то это у нас дозвольно или нет? Посланник Алиссарату Асрам говорит, что? То есть, есть такие люди, которые, если поклянутся Аллахом, что Аллах непременно сделает так или же не сделает так-то, то это что? То есть, Аллах, субханханхар, сделает все, чтобы его клятва не была нарушена. Как Анас ибноннадр, Анас ибноннадр, рады Аллаху ан, великий сподвижник, иншалла из числа искренних и шахидов на пути Всевышнего Аллаха, субханханхар. Когда братья, то есть, одна из его родственниц, то есть, ударила, то есть, человека и так далее, сломала ему зуб, то есть, пророк алей-саллят сам, что сказал, что? Касас, что за касас у нас? То есть, также у нее нужно выбить этот зуб, забрать этот зуб за зуб. И когда, субханханхар услышал об этом Анас, он сказал, клянусь Аллахом, не сломают они ее зуб. Не то, что я запрещу, да попробуйте, я там с мечом выйду против вас. То есть, не могут, то есть, оно случилось, случилось, но, субханханхар, не будут же они зуб ломать? Валлахи, не будут они этого делать. И что случилось? Проростили ее. И тогда посланник Али-саллят сказал, что среди людей есть такие, которые, если поклянуться Аллахом, Аллах сделает все, чтобы что? Чтобы это, то есть, чтобы случилось так, как пожелал этот человек. То есть, имеется в виду, что Аллах, смотри, явит свою милость. То есть, понятно, разница между этим и этим. Этот в плохом и в противоречии, Аллаху, субханханхар, что касается, то есть, даже если бы здесь было бы сказано, в Аллахе только попробуйте, как будто бы, если бы он сказал, то тогда что? То есть, этот человек бы, субханханхар, вкусил бы свою клятву и также, то есть, суккам, ль-якдай Аллаху, Амранкана, мы вовремя, что Аллах Субханхар предупредил бы, то есть, то, что действительно и так оно случится. Также хадис, который передает имам Муслим, от Абу-Хурайра, радай Аллаху, что посланник алейхи салату ассалям сказал если бы верующий истинно познал бы наказание Аллаха то есть какое наказание у Всевышнего Аллаха никто бы братья и не надеялся бы войти в рай настолько у Аллаха страшное наказание то есть увидев его ты бы никогда в жизни не надеялся бы даже что ты зайдешь в рай ты бы понял что ты будешь этим самым наказан а если же бы неверующий человек это говорится про верующего человека что касается неверующего человека если бы он увидел бы и познал бы милость Аллаха то никто бы не отчаивался в этой милости что даже кафир несмотря на свои страшные деяния за свое неверие верил бы что 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 непременно такую милость Аллах не лишит меня ее то есть здесь братья значит ли прямой смысл что действительно верующий человек то есть, который узнает тексты шариата или еще что-то о наказании Аллах, все, он будет говорить, что я по-любому не зайду в рай, мы говорим, что это куфр, то есть, говорит Аллах, говорит так же, и так далее, что кто отчаивается в милости Аллах, кроме неверующих, кроме нечестивцев, это наисквернейший грех, но имеется в виду здесь описание, что? что manifestification величия этого наказания, то есть, настолько страшное наказание у Всевышнего Аллах, что человек, если увидел бы его, он бы даже не надеялся, что есть милость, который покроет это наказание, и наоборот, когда неверующий человек, который пребывает в забвении, не верует в Аллах, но увидел бы он эту милость, он бы сказал, да, такая милость неужели меня не коснется? хорошо, понятно, настолько это описание великое милости Всевышнего Аллаха. Поэтому тот человек, который знает качество Всевышнего Аллаха, как милость и так далее, он непременно будет надеяться на эту милость, который изучает это. Что касается того, кто знает то, как Аллах мстит и возмещает тому, кто совершает грехи и так далее, этот человек так же непременно будет бояться этого Аллаху. Вместе с этим мы знаем, что нельзя ни в коем случае отчаиваться в милости Аллаху, как и нельзя, надеясь на милость Аллаху, оставлять страх перед его наказанием. Аль-Бухари передает хадис Ибн Масуда, что он говорил, сказал посланник Аллаху, Поистине рай ближе к вам, чем шнурки или же как чем, то есть ремешок на ваших сандалях и так же огонь. То есть настолько близок к вам, что ваш рай, что ваш ад, что ваш ад. То есть здесь указание, братья, на то, что подчинение Аллаху приводит себя в рай. И между тобой и этим самым раем только лишь что? Только лишь смерть. И так же то, что грехи, братья, приводят к огню и так же, естественно, не веря, тем более, это самый страшный грех. И то, что между тобой и огнем в данном случае будет только лишь что? Только лишь смерть. Поэтому, братья, ни в коем случае, ни в коем случае человек не должен аскетично относиться к благу, даже если он считает это чем-то маленьким, даже если это что-то маленькое. То есть, Субханаллах, приходит человек и говорит, что ну кому мой финик нужен будет? Кому мои 50 рублей нужны будут? Кому мои это нужно будет? Кому там нужна просто моя улыбка от того, что я улыбнулся человеку? Ну, Субханалла, садаха и садаха, ну и что теперь? И так далее. Или же хорошее слово, аль калимату таибату садаха, благое слово является садаха. Ну, скажу я благое слово, ну и что? Мы говорим, откуда ты знаешь, Субханаллах? Быть может, именно это благое слово, оно что? То есть оно спасет тебя в судный день. И братья, это так удивительно, Субханаллах, что многие братья, для них очень тяжело сказать что-то хорошее. То есть сказать хорошее слово для него это что-то, Субханаллах, что-то вот тяжелое и так далее, как так. В то время как, братья, эти слова бесплатные, и ты только лишь что, то есть ты, по сути, покупаешь сердца людей за бесплатно. То есть это слово сказать, оно бесплатно. Но как только ты скажешь хорошее слово, что? Ты, Субханаллах, то есть грубо говоря, пленил человека. Ты просто пленил человека. Аллаху мустаан. то есть этому братья примеров множество, то есть ты просто можешь добавить одно слово и как минимум вызвать улыбку хорошо, то есть у человека мусульман, представь себе тебе приходит ты пришел в кафе покушать, приходит официант, тебе говорит что ты хочешь что ты хочешь и ты ему говоришь и так далее и так далее что ты еще хочешь, скажи ему салям это хорошо, твое благополучие если там есть в меню, тоже мне запиши одно-два слова, так или не так но человек что? по-любому улыбнется, порадуется, скажет так далее скажет, что для тебя какой-нибудь дуа сделают и так далее или же приходит тебе человек и ты к нему обращаешься и говоришь это что-то тяжелое тебе тяжело добавить эти слова то есть, собханн на братья, некоторые люди через слово матюкаются Субханаллах. Тебе трудно добавить какие-то хорошие, благие слова. Не тяжело, так или не так. И это бесплатно, Субханаллах. Но ты увидишь в Аллахе, билляхе, это Аллахе, увидишь совсем другое, иное отношение к тебе от людей, когда ты с ними будешь разговаривать так. Как только ты начнешь с ними разговаривать так. Когда же ты грубо, жестко подходишь, там, мне это дай, то дай, да вы все такие, да вы надоели уже, всегда букра-букра и так далее и тому подобное. Но если разок, то просто посмеяться с человеком, улыбнуться и так далее. Как все легко, как все легко заканчивается. Человек злится на тебя, и так далее. Возьми его за руку. Скажи, почему злой такой? Скажи, в Аллахе, люблю тебя ради Аллах, Субханаллах. Ну, случилось так-то, так-то и так далее. Ну, ладно, что ты злишься на меня? Иншал, пойдем, я тебе что-нибудь вкусное, сладкое, шоколадку куплю и так далее. И не он не хочет, чтобы ты ее купил, не ты ему не купишь, но за то, что он успокоится, улыбнется тебе и так далее, и иссякнет вот это то, что было между вами и так далее. Даже если что-то разозлились, вы там друг на друга. Оно же, братья, легко, Субханаллах, просто сказать хорошее, благое слово, так или не так. И это человек считает мелочью. То есть это что-то, ну, сказал-сказал, но откуда ты знаешь, быть может, именно это, которое ты знаешь, песчинка? Или же, братья, у каждого из вас, я уверен, было такое, что он находился в очень тяжелом состоянии, то есть что-то случилось у него, он грустный и так далее. И человеку достаточно было сказать одно слово, да даже если не слово, просто руку на тебя положить, обнять тебя, приобнять, сказать, брат, все хорошо, иншаллах, и так далее. И ты успокаивался в то время, как Субханаллах посланник, алейх салату ассалам, говорит, что тот, кто избавит, раба Аллаха, от печали, Аллах избавит его от печали в судный день. Просто лишь сделаешь вот это, сделаешь-то это малое что-то, Аллах, Субханаллах, избавит тебя. Тот, кто облегчит тому, кто впал в тяжелое состояние, положение, Аллах, Субханаллах, облегчит ему на этом свете и на том свете. Ты стоишь в очереди, и женщина перед тобой сидит и Джуней своей считает, не знает, хватит ей на хлеб, на сыр и так далее. Возьми, добавь ей. В чем проблема? То есть тебе тяжело оплатить там что-то, добавить ей немножко. Ты облегчил данную, то есть она в тяжелом положении в данном случае, даже если у нее есть миллионы дома, в данном случае нет, забыла она с собой деньги. Ты облегчишь ей этим самым. Неужели ты думаешь, что щедрейший Аллах, Субханаллах, скажет, ну ладно, это же что-то легкое, за это мы ему ничего не дадим думать. Аллах, Субханаллах, Шакур. Аллах, Субханаллах, братья, не Шакир, неблагодарный, Шакур. То есть очень сильно благодарный. То есть за малую вещь благодарит огромными вещами Всевышний Аллах, Субханаллах. Поэтому это все, братья, является что? То есть вопрос намерения дел сердец. Человек бывает, братья, что-то малое, у нас придет это, хорошо, делает что-то малое и приближается к раю Всевышнего Аллаха. Или же наоборот отдаляется в огне. Поэтому, братья, человек ни в коем случае не должен аскетично относиться к малым каким-то, которые он считает малыми деяниями. Наоборот, должен, братья, всегда иметь благие намерения. Даже если бы у меня был бы миллион долларов, я непременно бы всех на свете накормил бы. Я бы всех бедных собрал бы и сделал бы им это, это, это. Почему ты не думаешь об этом? Каждый, Субханаллах, человек засыпает и он мечтает о мирском. Вот, Субханаллах, когда будет у меня много денег, вот я бы такую машину купил, вот такой дом бы себе сделал. И вот я там обязательно бы саудовский паспорт купил бы, в Медине бы все жил бы и так далее, четыре жены взял бы себе и так далее. Вот о чем думает человек. Но, братья, кто думает о том, что, Субханаллах, как много бедных людей на земле. Вот бы у меня были бы деньги, чтобы я всех накормил. Вот бы у меня были бы деньги, чтобы я всех собрал, чтобы никто не чувствовал холод зимой и чтобы никому жарко не было летом. Чтобы Аллах, Субханаллах, посредством этого простил мне мои грехи. Кто об этом думает? Кто мечтает об этом? Кто, когда слышит, что человек, Субханаллах, у него не получилось что-то сделать? Говорит, Субханаллах, вот была бы у меня возможность ему помочь, я бы непременно ему помог. Просто за это намерение ты берешь награду. Просто за это намерение. А если у тебя есть возможность ему помочь, а если ты ему поможешь, то Субханаллах, то есть даже не спрашивая о своей награде, какая она будет у Всевышнего Аллаха, Субханаллах, и уже на этом свете ты получишь за это, Субханаллах, награду. И это, братья, удивительно. Валлах, удивительно, Субханаллах. Но почему-то многие люди, братья, относятся к этому, как, ну, это же что-то маленькое, откуда ты знаешь. Аллаху Мстану. Когда каждый из вас, братья, на природу, на шашлыки какие-нибудь, хорошо, то есть, отправляется, что он делает? Он сразу кладет большие, то есть, вот эти, которые он с собой берет, как хаттаб по-русски, дрова, дрова, спичку, и они сразу загораются? Или что он говорит? Он ребенку говорит, иди, хворост найди мне. Потом лисочек бумажки положил, каждый потихоньку, потихоньку, чтобы большой огонь был, каждый должен что-то принести по хворостинке. Вот эти хворостинки, то есть, если их не будет, тебе эти твои бревна помогут, то есть, эти бревна, от них смысл есть, польза есть только лишь хворостинки. И без них, в принципе, то есть, не будет этих бревен. И поэтому, братья, посмотрите на огромные горы, которые состоят из чего? Из песчинок, из маленьких камушек. Это огромная гора. Посмотрите на барханы в пустыне. Они же не сразу вот так, просто раз и бархан. Нет, один, два, три и так далее, и так далее. Плохой пример, посмотрите на мусорки. Хорошо, то есть, с чего начинается? Один бросил фантик, второй бросил фантик, все, третий, сказали, здесь мусорка, и, Аллаху Мустаан, какая мусорка появляется там. Насалу Аллаху Афиус Салам. Затем, два важных хадиса. Два важных хадиса. Первый хадис, который передает Абу Хурейра, Ради Аллаху Анну, говорит, Женщина-прелюбодейка. То есть, та, которая занимается, то есть, блудница, которая зарабатывает блудом. То есть, эта женщина среди вас, почетная или непочетная? Скверная, так или не так? Никто не то, что не захотел бы на ней там жениться или ее за кого-то замуж выдать. Даже в одном месте с ней находиться бы не захотел, так или не так? И называют ее самыми скверными только словами. И поэтому, если кто-то описан подобным словом, эта, субханно, будет очень и очень оскорбительно для него, так или не так? И поэтому, смотрите, такая женщина шла и увидела кого? Собаку. В то время, как эта женщина и собака, они примерно что? То есть, одним делом занимаются. Почему называют человека, то есть, оскорбляя собакой, его называют? Потому что собака беспорядочная. Она где, кто, от кого, то есть, ты не знаешь, щенята эти от кого у нее, так или не так? И ты не знаешь, этот кобель, где там у него щенята по всему миру и так далее, так или не так? И то же самое. То есть, они примерно что? То есть, ни этот, ни какой-то прекрасный человек, ни это, ни какое-то прекрасное животное чистое и так далее. И вместе с этим была такая сильная жара, что эта собака вокруг колодца бегала, выпустив свой язык, хорошо искала хотя бы что-то, какую-то воду, и не было у нее воды. Настолько она что? Жажда у нее была. И эта женщина блудница, она из милости к ней спустилась, то есть в свой кожаный носок набрала ей воду и напоила эту собаку. То есть, субханалла, братья, извините, собака напоила собаку. Но Аллах, субханалла, что? Посредством этого простил ее грехи, субханалла, и исправил эту женщину. Даже в некоторых версиях приходит, что она из обитательницы рая. И человек подумает, что субханаллах, ахамдулилла, можно совершать прелюбодеяние за тем, что носок с собой кожаный, главное носить, и собаку напоить. Нет, братья. Поэтому говорит, также в хадисе приходит, Женщина зашла в огонь, наказана была огнем, по причине кошки, которую она что сделала? Заперла. То есть, ни она сама ее кормила, ни она разрешила этой кошке выйти и самой найти себе риск. Кушать каких-то насекомых, мышей или еще что-то и так далее, животных, какую-то еду на улице и так далее найти. И поэтому Зухрий, рахима Аллах, оба хадиса передали имам Аль-Бухари, муслим. Зухрий говорил, Чтобы ни один, ничто, то есть не уповал, только лишь на благо, и чтобы никто не отчаивался. То есть, Аллах, он прелюбодейку простил, братья, за кормление животного, и Аллах, он какую-то женщину наказал за что? За то, что она не накормила животное. Поэтому, братья, это очень и очень важно. Затем этот хадис первый, то есть также хадис Абу Гурейры, который мы с вами прочитали, то есть он 19 здесь в книге. Шейх Абдраза Аль-Бадр рассказывает интересную историю. Говорит, Субханаллах, до этого момента я должным образом, говорит, этот хадис не понимал. Пока, говорит, мне не рассказал человек один историю. Что, говорит, рядом со мной жил, то есть мой сосед был человек-алкаш, то есть алкоголик. Он, братья, никогда не просыхая, он что, пил, 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 пил. Ну, естественно, как он жил, такой же, то есть грязной лачуге своей и так далее, денег нет. Почему? Потому что все пропил и так далее. И, говорит, как-то раз в один из, то есть утром, это один из, значит, зимних дней, вышел, говорит, я с небольшим количеством денег, потому что, что, то есть не хочется без закуски пить. Без закуски, говорит, каждый алкоголик знает, что без закуски пить ты не можешь. И он что, взял пойти что-нибудь, просто закусить, только лишь для того, чтобы на голодный желудок хорошо, то есть не пить алкоголь. Вот его цель. И он вышел, говорит, с этим небольшим количеством денег и увидел собаку, которая прям, то есть она дрожала, щеночка, от холода. Собака, опять же. Можно ли было ему брать эту собаку себе домой в основе своей? Нельзя. Но вместе с этим он, проявив милость к ней, сказал, то есть ладно, я лучше ее накормлю. То есть жалко создание Аллаха, субханна. Пошел, говорит, взял ей что-то там, хорошо, то есть на те деньги, которые у меня были, там сметанку или еще что-то и так далее. Забрал ее к себе домой, говорит, и согрел и так далее. И, субханна Аллах, человек, когда это рассказывает, говорит, этот алкоголик начал оставаться даже на молитву в фаджр, до самого Далуха, читает Кур'ан, много сунны молиться. Я удивился, говорит, то есть ты, субханна Аллах, то есть он, говорит, как-то подошел к нему и сказал, как вообще, как ты в мечети появился, говорит, я тебя не ожидал здесь увидеть. И он рассказал ему эту историю, говорит. И, говорит, когда я вернулся домой, то есть с этой собачкой, я, говорит, посмотрел на себя и сказал, то есть когда хотел достать алкоголь, сказал, у меня, говорит, в сердце вообще нет любви к этому алкоголю. Уснул и проснулся, говорит, я вообще никогда в жизни больше не хочу к этому приближаться. Все это выкинул, говорит, и исправил свою жизнь. И то же самое, то есть смысл этих хадисов, братья, в этом. Не просто то, что человек грешит всю свою жизнь, потом раз собачку накормил и за это в рай вошел. Нет, то есть это деяние было совершено с такой искренностью, действительно ради Аллаха, и он, то есть поставил это животное, которое ниже него по степени, выше, чем свои страсти, потому что никому не хочется, братья, утраждать себя, опускаться в колодец и так далее, то есть пачкать свою обувь там и так далее, для того, чтобы накормить какую-то собаку, да пусть, субханам, дохнет и так далее, как говорится, мне какое дело. Но вместе с этим человек задумался об этом. И это настолько сломило это сердце, раскрыло вот эту черствость, и сердце покрылось вот этой мягкой чистотой, что после этого это сердце не желает ни прелюбодеяний, ни алкоголя, ничего. А у другого же человека сердце настолько черство и покрыто этим, что он даже не задумывается о том, что ну сдохнет и сдохнет это животное. Ну и что теперь? В то время, как ты можешь, в то время, как ты можешь, субханаллах, то есть хорошо, то есть помочь. И некоторые, приводя подобное, в пример, субханаллах, еще и приводя доводы, например, распространяли не так давно видео, что человек один, змея, которая от жажды хорошо извивалась, он подошел и ей, маша Аллах, стаканчик воды дал. Это, субханаллах, человек это неправильное действие, хорошо. То есть змеи, то есть и подобные, то есть вредители, это те, которые наоборот вредят. То есть ты ее сейчас, маша Аллах, накормил, она ко мне домой придет и ужалит меня. Для этого что ли ее кормил, субханаллах, алияту биллях? Все эти животные есть, определенные животные, которых что? Нужно их убивать. Аллах повелел, это как, например, крысы или вороны. Человек хорошо, крыс откармливает, говорит, но они же тоже живые. Жазак Аллахайр, то есть сейчас зато, маша Аллах, то есть мы будем хорошо, то есть заново чума у нас распространится и другие болезни и так далее. Аллаху мустаа, салаллаху афи вассалам. И это болезнь, субханаллах, некоторых людей, братья, это является запрещенным делом. Некоторые людей пауков любят и, например, пауков хорошо у себя дома держат, как домашних животных. Или же тараканов, субханаллах, берут эти мадагаскарские, или как они называют, шипящих тараканов. Субханаллах, это болезнь, братья, или ящериц каких-то, еще что-то, субханаллах, это вещь. То есть чем тебе кошка, субханаллах, что тебе кошка сделает? Вот у тебя есть нормальное животное, возьми, субханаллах, и живи с ним так или не так. И начинают, Аллаху афи вассалам, то есть это проблема, субханаллах, у людей, Аллаху афи вассалам. Также передается, говорится, у Анху Марфу, Анху, то есть также передается от Абу Гурейры, даже Абу Гурейры, да, у нас, ради Аллаху афи вассалам, что посланник, алейс-салату ассалам, сказал, Аллах, субханаллах, удивляется тем людям, которых, братья, в оковах вводят в рай. В оковах, то есть в оковах кого летут? То есть того, кто не хочет. Так? Его заставляют, нет, пойдем, нет, не пойду, пойдем, пойдем, и заводят в рай. И Аллах, субханаллах, удивляется с этих людей. Имеется в виду здесь, что за люди? Это те люди, которые воевали с исламом, против ислама, на войне, хорошо, священной, на джигаде, и затем их пленили, мусульмане, и они в плену мусульман увидели прекрасные отношения мусульман, и в этом указание, братья, на то, что мусульманин должен во всех аспектах своей жизни практиковать ислам. Потому что если ты их пленишь и будешь скверно к ним относиться, во-первых, это не из ислама, во-вторых, ты станешь причиной того, что этот человек не примет ислам. В то время как Аллах, субханаллах, изначально, что войну, что этот плен дозволил для чего? Для того, чтобы ты наслаждался, чтобы у тебя рабы и рабы не были? Или же для того, чтобы этих людей таким хотя бы образом привести к исламу? Именно для второго. Поэтому пророк, алейсалату салам, говорит, что Аллах удивляется тем людям, которых заставляют зайти в рай, в оковах их заводят в рай. И поэтому эти люди, что пленены мусульманами, затем в своем, то есть в плену, они видят прекрасное отношение мусульман к ним и отношение их между собой, и они тоже желают этого. И они понимают, что они спасутся от этого, только лишь они примут ислам, что сразу к ним отношение будет совсем другое, и они принимают ислам. И в итоге их ислам становится прекрасным, они умирают мусульманами и заходят в рай. И от снова их ислама было что? Это этот самый плен. И поэтому Аллах удивляется, что тебя заставляют, как человек, как ребенок, которого ты заставляешь сладкое есть. Нет, не хочу, не хочу. Дай он тебе мне, говорит, брокколи, капусту мне побольше дай, хорошо. Морковку, ну ладно, морковка вкусная. Нарежь мне, хорошо, в салат лука побольше добавь, чтобы у меня иммунитет был. А ты ему говоришь, нет, ну вот же чупа-чупс, покушай. Нет, не в кости, нет, вот кушай. Не бывает же такого, так ли? И то же самое, вполне удивительно, что приходится заставлять человека, хорошо, Аллах Мстан заходить в рай. Хадис передал имам Аль-Бухари. А также имам Ахмад. Также это говорит, как это передается в имам Аль-Бухари. говорится, что он сказал, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма сказал то есть нет никого, кто более терпеливо бы относился бы к каким-то обидам и так далее, чем Аллах, субхану таллиллаху. То есть они заявляют о том, что у Аллах, субхану таллиллаху, есть дети, как говорили многобожники, что, например, Маляйка, Тубанатулла, что, то есть ангелы, это дочери Аллаха. То есть или же это заявляют другие, как христиане, что Аиса, сын Аллаху, Ага, то есть или же Аузаир, говорят, иудеи, сын Аллаха и так далее. А Аллах, субхану таллиллаху, дарует им благополучие и дарует им пропитание. То есть это, братья, указание на то, что Аллах, субхану таллиллаху, из его имен, Ас-Сабур, что он, то есть очень сильно проявляет терпение по отношению к тому, что, то есть оскорбляют его и так далее, говорят, но Аллах, субхану таллиллаху, что мы сказали, Халим, кроткий, мудрый, и он поэтому что, то есть не не наказывает их сразу, а наоборот, дает им пропитание и так далее. Быть может, они опомнятся, быть может, они одумываются. Валлаху, субхану таллиллаху, в то время как Всевышний Аллах, субхану таллиллаху, он, братья, тот, кто мог бы взять, как говорится, сполна свое, и никто бы не смог ему, субхану ничего, ничего сделать. Также имам Бухари передает хадис Абу-Хурейра, что он говорил, что посланник Аллаха, саллиллаху, алию саляма, сказал, инна Аллаха табаракава таалей, иза ахабба абданнада, я Джибриль, инна Аллаха юхиббу фуланан фаахибба, фа юхиббуху Джибриль. Поистине Всевышний Аллах, субхану таллиллаху, благословен, он и велик, когда он полюбит какого-либо из своих рабов, он взывает и говорит, о Джибриль, поистине Аллах полюбил такого-то, так полюби же ты его, и тогда Джибриль его тоже полюбит. Затем Джибриль возгласит в небесах и скажет, инна Аллаха юхиббу фуланан фаахиббу, поистине Аллах любит такого-то, так и вы любите же его. Его, то есть, начинают любить, то есть, те, кто на небесах, и его, то есть, принимают на земле, то есть, ему предписано бывает что, что у него будет принятие на земле. То есть, во-первых, здесь, братья, описание Аллаха, субхану таллиллаху, таким качеством, как любовь. Также здесь описание ангелов, что они тоже чувствуют, что у них есть определенные чувства, и то, что они, братья, то есть, беспрекословно выполняют повеление Всевышнего Аллаха, субхану таллиллаху. Что касается Кабуля, который здесь сказано, что ему, то есть, будет предписано, или же, то есть, Аллах, субхану таллиллаху, даст ему принятие на земле, то есть, имеется в виду, что принятие, это то, что люди его также будут любить. Но люди, какие будут его любить, братья? Благие люди. Инна Аллаха тайибун, ля-икбалю и ля-тайиба. Пояснял Аллах благое, или принимает только лишь благое. И поэтому среди благих людей этот человек будет, что? Считаться хорошим. Поэтому посмотрите на человека, который, то есть, праведный, молится, постится и так далее, быть может, изучает что-то из шариата. Праведные люди любят его, так или нет? То есть, из-за чего? Из-за того, что он праведный. Им нравится, что он поклоняется Аллаху, субхану таллиллаху, подчиняется ему. Но в то время, как грешники, что? А, опять эти бородатые скажут, да? Опять, что ты мне лечишь, говорят некоторые. Что ты мне рассказываешь тут и так далее. Хорошо. Аллаху мистаам. Поэтому, то есть, фаюллау лягуль кабулю фил ард. То есть, такому будет предписано, или же предписано, что его примут на земле. Посмотрите, шейха Аль-Альбани. Посмотрите, братья, шейха Ибн Базас. Посмотрите, шейха Ибн Афамина. Шейха Муквеля и так далее. Ненавидят их, братья, только лишь кто? Скверные люди. Что касается благих людей, они их любят. А намного лучше них, братья, те, кто были до них из числа имамов. А намного лучше этих имамов, это кто? Сподвижники. Разве кто-то может не любить сподвижников? Не любят сподвижников только лишь неверующие, братья. Не может человек объединить в одном своем сердце любовь к Аллаху, его посланнику, алейс-салату ас-салам, потому что это вытекает из этого. Из любви к Аллаху, любить его посланника, алейс-салату ас-салам. Из любви к посланнику, любить кого? Сподвижников, которых выбрал Всевышний Аллах, субханалли, которого ты любишь, для посланника Аллаха, алейс-салату ас-салам, которого ты любишь, и они помогали ему и так далее. И не можешь ты их не любить. Либо же ты ненавидишь изначально Аллаха, его посланника, поэтому ты ненавидишь сподвижников, либо же, субханалли, то есть только лишь любишь сподвижника пророка, 24 хадис передается от Джарира что он говорил то есть как-то раз в одну из ночей полнолуния мы сидели с пророком говорит Джарир и он посмотрел на небеса и сказал поистине каждый из вас увидит Господа своего подобно тому как вы увидите эту луну и один из вас не будет мешать другому поэтому если вы сможете то есть оберегать молитву перед восходом то есть имеется молитва аль-фаджр утреннюю молитву то есть молитву перед заходом то есть закатом то есть имеется что? аср которая совершается то есть последняя молитва днем то сделайте это и затем посланник прочитал слова Всевышнего Аллаха то есть восхваляй имя имя Господа твоего то есть до восхода солнца и до его заката то есть имеется что? молитва аль-фаджра и молитва аль-аср на здесь говорит шейх раваху аль-джама'а то есть его передали джама'а кто такой джама'ат? что за джама'ат передал его? А? А? Много кто его передает. Много кто его передает. Но что касается того, то есть когда определенных, то есть ученых подразумевают книги. Обычно говорят Раваху Ситта, например. Раваху Хамса Илляб Насаи, например, говорят. То есть передали его пятеро, кроме Насаи. Кто такие пятеро, кроме Насаи? Это Бухари, Муслим, кто еще? Ибн Маджа, Абу Дауд и Ат-Тирмити. То есть эти пятеро. Или же говорят, например, Раваху Ситта в Ахмад. Шестеро и Ахмад. То есть Бухари, Муслим и так далее. Все шесть сборников. И так же Имам Ахмад. И так далее, и так далее. Но здесь, в Аллаху Таалу Али Алим, наверное, под джема, он подразумевает, что много кто его передавал. То есть очень много. То есть если ты захочешь упомянуть всех тех, кто его передал, ты не сможешь их сосчитать. Потому что этот хадис, братья, хадис видения Аллаха Субхану Таалу из Ахадис Аль-Мутаватира. То есть тех хадисов, которые передаются огромнейшей цепочкой передатчиков таким образом, что они не могли все объединиться на лжи. То есть это из хадисов, которые абсолютно нет сомнения в их достоверности и смысл, нет абсолютно в этом смысле. То есть нет споров или же нет сомнений в достоверности этого. Поэтому, братья, из величайших качеств Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, из величайшего наслаждения для нас с вами, мы просим Аллаха Субхану Тааля из его великой милости, это видение Аллаха Субхану Тааля. Также, братья, следующий хадис, хадис Абу-Хурейре, что он говорил, что посланник Али Салату Асалам сказал, «Инн Аллаха Табаракова Тааля, поясни сказал Всевышний Аллах, благословен, Он велик, «Ман ада ли валиян, фа кад аазанту гу бель харб». «Кто будет сражаться с одним из моих угодников, то я объявляю войну такому», говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля. «И самое любимое, посредством чего приближается ко мне раб мой, это то, когда он совершает то, что я вменил ему в обязанность». «Когда он добавит к этим обязательным и желательным, то я непременно полюблю его», говорит. «И если, то есть когда же полюблю я его, то я буду слухом его, которым он слышит, я буду зрением его, которым он видит, я буду рукой его, которой он управляет, я буду его ногой, которой он ходит, если же он попросит меня что-то, я непременно это ему дам, а если же он будет прибегать к моей помощи и защите, я непременно защищу его», говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля, как в этом хадисе сообщает о нем посланник Али-Ис-Сарату. То есть я буду его слухом и так далее и тому подобное. Имеется в виду, что это то, что называется «аль-ма-айет-уль-хасса», то есть это сопутствие Аллаха Субхану Тааля своим рабам, а не то, что Аллах Субхану Тааля растворится в этом рабе и так далее и тому подобное, как на это указывают у нас другие тексты шариата. Но вместе с этим мы описываем Аллах Субхану Тааля такими качествами, как слух, как то, что Аллах Субхану Тааля, видит Аллах Субхану Тааля, также, то, что у него есть рука, то, что Аллах Субхану Тааля описан тем, что у него есть нога, стопа, голень и так далее. Все это, то есть, описано этим Всевышним Аллах Субхану Таалей, поэтому смысл этого говорится дальше – То есть, что бы он меня не просил, я ему буду давать, когда бы он не прибегал к моей защите, я непременно буду его защищать. и говорит ни перед чем не останавливался не пожелал бы другого кроме из тех вещей которые я вершу говорит Аллах как я не желаю забрать душу своего верующего раба почему ведь он не любит он боится смерти а я не хочу сделать то что нелюбимо ему то что ему неприятно то чего он страшится но он должен умереть говорит Всевышний Аллах он должен умереть чтобы что чтобы взять еще большую награду еще больше то есть хорошо то есть довольство Всевышнего Аллах и милость его но вместе с этим Аллах в данном случае то есть не спешит не желает этого то есть он не хотел бы этого делать но Аллах предписал каждой душе что она умрет и это братья все из милости великой Всевышнего Аллаха Здесь, братья, в этом хадисе, во-первых, страшная угроза тем, кто воюет с Аллахом, его посланником, а затем тот, кто предостерегает людей от ученых, ненавидит ученых, порочит праведных людей и так далее, и тому подобное, так как с таким человеком будет воевать сам Всевышний Аллах. И когда ты это понимаешь, то есть если ты таким образом вредишь угодникам Аллаха, и Аллах воюет с тобой, то что подразумевается под этим? Что значит? Значит, доказательством от обратного будет что? Что человек должен что делать? Любить угодников Аллах, и наоборот, всяким образом помогать им и так далее, чтобы Аллах тоже любил его и помогал ему. Также в этом хадисе польза, что братья, обязательные, вмененные в обязанность вещи, они выше в своей награде и выше они в своем положении, чем то, что является желательным. То, что является желательным. Как некоторые люди выполняют то, что является желательным, как он садака дает разные, то есть помогает людям и так далее. Но как только доходит дело до заката, которое намного меньше и намного проще является обязательным, он что? Он жадничает. Он жадничает. Или же он что? То есть отправляет людей в умру в то время, как он сам еще ее не совершал. Субханно. Сапожник без сапог. Это неправильно, так нельзя. Потому что то, что действительно от тебя желает Аллах, это обязательная вещь. Это обязательная вещь. А затем уже идут желательные. Или как человек, который выстаивает таравих, потом еще и тагаджуд и так далее, но зато спит потом во время молитвы фаджар, во время молитвы догр, половину своего саума, то есть своего поста, он спит и так далее. Аллаху муста. На. Также от Абу-Хурайры передается, что посланник Аллаха, саллаллаху, а.с. говорил, как это передал имам Аль-Бухари, муслим. Янзилу Раббуна Табарака ватааля, кулля лейлятин илля сама и дуния, хина ябка ثулуту лейли ахир, якулю, ман яд'ууни фаастаджиба ла, ва ман яс'алю, ман яс'алюни фауатия, ман ястагфируни фаагфира ла. Тамам. То есть говорит, что Господь наш каждую ночь спускается на ближнее небо, когда остается последняя третья часть ночи, и говорит Аллаху Субханно. Кто же взывает ко мне, и я отвечу ему. Кто же просит у меня что-либо, и я непременно дам это ему. Кто же просит моего прощения, так я прощу же ему, говорит Всевышний Аллах Субханно. Каждый раз, каждую ночь, братья. И это, то есть, качество, то, что Аллах Субханно спускается, оно, братья, подобает его величию. Спускается таким образом, как желает он сам, Субханно. И мы это не искажаем, братья, не задаем вопрос, как, придаем определенный образ и так далее, а что, а почему, а зачем и так далее, нет. Аллах Субханно сообщил об этом, пользуйся тем, что сообщено тебе в этом хадисе, просил Аллах Субханно прощения. Если ты в чем-то нуждаешься, проснись в последнюю третью часть ночи, просил Аллах Субханно. Ну, вот и Аля. Как говорил, если я не ошибаюсь, имам Шафии, что на самом деле человек не желает вещи, о которых он мечтает, если он не просыпается в последнюю часть ночи и не просит этого Аллаха Субханно. То есть, если ты действительно чего-то желаешь, почему же меня не принимают в Саудовскую Аравию, почему у меня нет возможности в Египет уехать учиться, почему же, почему же, почему же и так далее. А когда ты в последний раз ночью просыпался и просил этого Всевышнего Аллаха Субханно? Да никогда. Так значит, ты не желаешь этого в принципе. Жениться человек хочет. Так значит, ты не желаешь этого в принципе, если ты что, не просишь этого Всевышнего Аллаха Субханно. Ведь это прямой путь, прямой путь к получению того, что ты хочешь себе. Если ты этого не делаешь, значит что? Значит, ты этого не хочешь на самом деле. Абу Муса Аля Шааре, радаиллаху ану, говорил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейу саляма, сказал, Говорит Аллах, субханаху ата'аллах, то есть Всевышний Аллах, субханаху ата'аллах, говорит, Помимо этого, есть еще два райских сада у них. И посланник Аллаху алейу саллаллаху асамам говорит, что два райских сада из золота. Все они сады из золота, вся посуда там из золота, все, что там есть из золота. И также есть еще два райских сада, которые что? То есть Мудхам матан, говорит Аллах, субханаху ата'аллах, также говорит, Поминдунихима джаннатан, хорошо, то есть также другой, это что? То есть райский сад, в котором все из серебра, как посуда, так и все абсолютно, что там есть из серебра. И между этими людьми и тем, чтобы посмотреть на Господа своего, нет ничего, кроме этот самый, то есть покрывало величие Аллах, субханаху ата'аллах, то есть на его, на его лике в садах Эдема. В садах Эдема. Томан. То есть и здесь нет, братья, противоречия того, что, то есть Аллах, субханаху ата'аллах, мы знаем, что в итоге, когда люди все займут свои места в раю, когда люди все займут свои места в огне, что сделает Аллах, субханаху ата'аллах, с этим покрывалом, опустит его с себя, так или не так, и тогда люди увидят Всевышнего Аллах, субханаху ата'аллах, просим Аллах, субханаху ата'аллах, из его безмерной милости, просим Аллах, субханаху ата'аллах, сделать нас из числа тех, кто увидит его в Судный день, а также в райских садах будут наслаждаться тем, что будут видеть его. Просим Аллах собрать нас и наших близких с посланником, а также со всеми теми, кого мы любим в райских садах, в самых-самых высших садах Фердауса.